Вот ваши впечатления, просто вот какие эмоции. Смотрите-ка, что это у них там вот какая-то деревянная палета стоит там, где надо? Мы там, где мы есть. И мы то, что мы есть. И попробуйте найти тот завод, где вот это налито в эту баночку. Наши консультанты — это самые главные люди в компании Арифлейм. Вы меня поразили, реально. Я никак не мог предположить, что в Арифлейме столько мужиков. Вам даже зарплату за это, я думаю, не заплатят. Я хотел, видимо, хотел быть отчасти публичным человеком. Не совсем так. В-третьих, это совсем не так. Почему я должен выбрать продукцию Арифлейм? Я, в общем, ну не бизнес-человек. Даже Магнус Брэндстрюм получает зарплату благодаря вам, нашим консультантам. Владимир Мигулин. Экскурсии на завод. Да, экскурсии на завод. Так, ну что, друзья, давайте знакомиться. Владимир Мигулин. Владимир, скажите, у вас как называется должность компании Арифлейм? Кто вы? Я менеджер по развитию производства. А что это значит, что входят в ваши обязанности функциональные? Ну, обязанностей у меня достаточно много. Коротко, совсем в двух словах. Это внедрение новых продуктов, то есть новых технологий, нового оборудования, чтобы эти продукты, будучи разработанными в нашем исследовательском центре, там, в Стокгольме или в Дублине, чтобы они плавно, быстро и без задержек, и главное, с той же технологией, которая была разработана, были внедрены в производство. Меня впечатлило, Владимир, когда я узнал, что вы научный сотрудник. Можете описать, в чем вы были научный сотрудник? Могу. Могу описать. Моя научная биография началась неподалеку, здесь, буквально в 300 метрах от этого здания, в Институте химической физики, Российской академии наук, тогда еще Академии наук СССР, где, собственно, я и трудился в отделе катализа, и потом отсюда же уехал в Соединенные Штаты защищать кандидатскую диссертацию. То есть вы там защищали? Да, защитил я диссертацию в Штатах. То есть я закончил физфак МГУ, тоже здесь неподалеку находится. Круто. Ну, у меня тогда сразу вопрос возникает, почему Арифлейм, но все-таки это косметическая компания, мужчина, да? То есть вот почему вы выбрали? А вы знаете, это, наверное, не я выбрал, а меня выбрали. Вот как только что говорил тренер, и как я, в общем, понял из своего жизненного пути, и просто анализируя то, что происходит, мы там, где мы есть, и мы то, что мы есть. На самом деле все события, которые происходят вокруг нас, мы можем либо использовать в том направлении, в котором мы хотим двигаться, либо не использовать. Я, видимо, всю жизнь хотел заниматься реальным делом, которое можно потрогать, пощупать, за которое не стыдно, с одной стороны и с другой стороны. Я хотел, видимо, хотел быть отчасти публичным человеком, и вот это случилось. Биография у меня достаточно витиеватая, но после того, как я вернулся из Штатов в 95-м году, в общем, российская наука развивалась, мягко говоря, в отрицательном направлении. И, в общем, я понял, что для того, чтобы прокормить элементарную семью, нужно найти какое-то дело. Поскольку, еще раз говорю, что я, в общем, ну не бизнес-человек, вот совсем не бизнес-человек, я, как выяснилось, я человек производственный. Я пошел вначале в одну фирму, которая занималась разработкой медицинских тест-систем, поскольку у меня образование, я хоть и физик, но заканчивал кафедру молекулярной физики и, так сказать, химии, что-то понимаю. Вот, потом пошел на фармацевтическое производство, и, соответственно, там я узнал, что такое, допустим, стандарты GMP, и как это работает, и какие сложности в связи с этим возникают. А потом, волей случая, увидел, что строится прекрасный завод компании «Арифлейм» на Новоарижском шоссе, тогда еще на Новоарижском шоссе, и просто пришел туда предложить себя в качестве, так сказать, производственника какого-то. И, в общем, меня взяли... Сколько лет, получается, вы на производстве? В «Арифлейме» 10 лет. 10 лет. Именно на производстве «Арифлейм». Почему я должен выбрать продукцию «Арифлейм»? Вот вы лучше всех знаете, из чего она сделана, какая она, да, то есть, получается. Вот можете меня убедить? Да. Почему? Да, потому что эта продукция произведена на самом современном оборудовании, из великолепного качества ингредиентов, по формулам, которые разрабатывают люди, которые любят свое дело и любят окружающую среду, и, в общем, не пытаются вывести на рынок непроверенные новинки. Я консерватор в этом плане. Пусть лучше 10 раз проверят, чем потом это будет вызывать какую-то аллергию. И, в-третьих, что эта продукция сделана по строжайшим стандартам, допустим, GMP. То есть, здесь, в России, по стандартам GMP? Здесь, в России, по стандартам GMP. Во всем мире по стандартам GMP, но здесь, в России, в том числе. И, наконец, четвертый пункт, что мы абсолютно открытая компания. То есть, понимаете, это огромное преимущество перед всеми остальными. Сейчас вот есть очень много марок косметических на рынке, и некоторые из них страшно раскручены, страшно дорогие, и открывают совершенно шикарные шоу-румы. Но вы попробуйте найти где-нибудь информацию, где, конкретно, где сделано то, что они продают под своими красивыми наименованиями и лейбами. И попробуйте найти тот завод, где вот это налито в эту баночку. Мы абсолютно открыты. У нас в этом плане колоссальное конкурентное преимущество. Вы хотите знать, как это сделано? Заходите на YouTube, вы находите экскурсию на завод. Причем можно найти экскурсию как по коридорам, так и прямо внутрь завода. Вы можете увидеть это оборудование, вы можете увидеть эти ингредиенты, стоящие на складе. Вы можете разглядеть табличку, вы можете посмотреть, кто произвел эти ингредиенты. И вы понимаете, что это сделано из великолепных ингредиентов на прекрасном оборудовании, что это сделано людьми, которые отвечают за свое дело по самым современным стандартам. А вас контролирует кто-то? Конечно. Это и наши внутренние аудиторы Reflame, жесткий контроль качества. У нас есть международная система контроля качества по всем заводам компании Reflame. И, конечно, нас контролируют российские проверяющие органы. Естественно, мы же открытая компания. Опять-таки, понимаете, любой инспектор, любого... Они могут неожиданно приехать? Конечно. Любого Роспотребнадзора посмотрят на ролик в YouTube и скажут, смотрите-ка, что это у них там какая-то деревянная палета стоит там, где надо. А ну-ка приедем к ним, посмотрим. Они приедут, посмотрят, и выяснится, что палета стоит там одинаково. И что именно в этом помещении, к примеру, допускаются деревянные палеты. А вот в помещении, где мы делаем там косметическую массу, ни в коем случае деревянные палеты не допускаются. И их там нет. Здорово. То есть я правильно понимаю, то есть вы можете со стопроцентной гордостью сказать, что это лучшее производство в России, по крайней мере? Сто процентов. Сто процентов. Сто процентов. Лучшее косметическое производство в России. Я правильно понимаю, что можно съездить к вам даже на экскурсию, но в составе какой-то группы, да? Без сомнений. Конечно. Мы открыты для этого. У нас регулярно проходят экскурсии. Чуть ли не каждые, иногда две недели, иногда чаще. А это не сбивает процессы вам рабочие, вот эти экскурсии? Немножко да, но мы договорились, что экскурсии будут в определенные дни, в определенное время. Поэтому умение, так сказать, его выстроить и спланировать помогает, так сказать. Понимаете, мы же должны быть такими. Мы должны быть открытыми. Мы должны быть абсолютно прозрачными и честными. Потому что наши консультанты – это самые главные люди в компании Арифлей. И даже Магнус Брэндстрюм получает зарплату благодаря вам, нашим консультантам. То есть консультанты для нас зарабатывают деньги. И мы работаем для них. Поэтому мы должны быть абсолютно открытыми, абсолютно прозрачными, абсолютно искренними в том, что мы делаем, что мы получаем. Вы на сцене скажете сегодня? Конечно. Отлично. Мне очень симпатична такая позиция. Мы на мужском форме. Они говорят, сегодня выходной день, но давайте договоримся. Это не ваше рабочее время. То есть вам даже зарплату за это, я думаю, не заплатят. Нет, не заплатят. Почему вы здесь, Владимир? Ну вот все-таки. Почему вы приехали на что-то? Я уже частично ответил на этот вопрос. Мне нравятся публичные выступления. Это одна из причин. Вторая из причин – потому что я люблю свое дело. И я хочу, чтобы наша продукция лучше продавалась. И я надеюсь, что такие форумы и мое выступление на нем будут этому способствовать. Искренне надеюсь. Как вам видеть такой зал мужчин? Вот ваши впечатления, просто вот какие эмоции? Я когда вошел даже вот вниз сюда и позвонил вам, вы знаете, я испытал просто потрясение. Я никак не мог предположить, что в Арифлейме столько мужиков. Понимаете, у нас же куча стереотипов. Вот куча стереотипов. Один из стереотипов я сегодня буду рассказывать – это как должен выглядеть завод в России. Потому что это какое-то кургузое, неуклюжее, какое-то неприглядное здание из красного кирпича, на фасаде которого белым кирпичом выложено слабо КПСС. То есть у нас куча стереотипов. И один из стереотипов, что Арифлейм – это какие-то замороченные тетки с каталогами у метро. Ну, вы помните, сложился такой стереотип. И, во-первых, это не совсем так. В-третьих, это совсем не так. И в-четвертых, первый пункт я вам скажу чуть позже, это действительно увлеченные люди абсолютно разных возрастов и пола. И первое, что я пропустил, но что самое главное, что вот эти мужчины, которые находятся здесь, они также точно увлечены своим делом, как и те девушки, дамы, как я их назвал, тетки, прошу прощения, которых я встречал на предыдущих форумах. И для меня это было удивительно. Просто удивительно. Друзья, я вообще каждому, кто будет смотреть вот этот репортаж, рекомендую в Ютубе забить Владимир Мигулин. Экскурсии на завод. Да, экскурсии на завод. Обязательно посмотрите, потому что вот я впечатлился, потому что я, Владимир, реально не видел производственников с такой страстью, с такой любовью к делу. Поэтому вы меня поразили, реально. Я стал по-другому смотреть на людей, которые работают на производстве благодаря вам. Спасибо вам. Мы ждем ваше выступление. Обязательно посмотрите репортаж, в котором будет у нас полное выступление Владимира Мигулина, которое будет через несколько минут. Спасибо. Спасибо за приглашение. Всего доброго.